Всем привет, ребятушки! С вами Фишер Монхунтер. Сегодня я хочу сделать поделочку. Вот из такого вот кусочка осины. Поделку. Вот такую вот я увидел в интернете. Именно у своего друга на ютубе. Вот, таежный бродяга. Называется у него канал. Хочу повторить. Посмотрим, что получится, ребятки. И вот, ребятки, все, что у нас получается. Это все было сделано при помощи вот этой вот супер-пупер авторучки. Продолжаем. Ну вот, ребятишки, три минуты построгал. Вот такая вот фигнюшка выходит. Стараюсь без мата снимать. Под просьбам и заявкам. Ну вот, типа, вот такая вот фигня у нас получается, ребятки. Вот такая вот ерундушка. Ну это такая вот форма. Вот такой вот, ребятки, результат у нас. Зашкурили на такую вот крупную наждачку. Сейчас увеличу вам, покажу. Номер не помню, наждачки. Так, сейчас буду на мелкую зашлифовывать. Такая вот формочка у меня получается, видите? Ну вот, ребята, видите, вот по сравнению вот эта вот наждачка и вот эта вот. Ну, у этой вот марка. А, нету. Нету, ладно, шкурим ей. Ну вот, ребятки, почти чистовой вариант. Почти что. Ну, будем, короче, делать. Как будто бы пойдет. Итак, ребятушки, вот она сама эта херня, чистовая. Ну вот, все вот, смотрите, вот. Вот, я думал, зачем вот этот вот изгиб делают, а я думаю, теперь понимаю. Вот так вот, вот сюда. Вот так засверливаешься, вот на такое расстояние. Сейчас, смотрите. Вот толкает. Вот на такую вот глубину засверлил сверлом, короче. Вот, вот такое вот отверстие. Видите? Знаете, для чего? А сейчас узнаете, для чего. Чтоб залить туда свинец. Для утяжеления этой приманки. Чтоб можно было дальше кидать. Свинца туда войдет, я думаю, на картечины 3 войдет. Изготовил, ребятки, вот такую вот крышку. Загнул специально, чтоб свинец можно было заливать. Сюда сейчас я вставлю, и будем греть свинец. Чтоб вот это все приспособление не упало, я сделал вот такой вот зажим в струбцине. Вставлю вот эту крышечку сюда. Вот. Ну, маленечко буду плоскобукцами, конечно же, подстраховывать. Вот, сейчас буду ложить сюда свинец и плавить. И он туда должен будет затечь. Маленечко вот такой наклончик сделаем. Ребяточки, вот такой вот процесс. Сейчас зажигаю горелку и начинаю плавить. Ну, что? Ну, что? Сейчас свинец затек. Короче, ребята, чуть-чуть первый блин комом, но это нихуя страшно. Мне даже вот этот вот цвет нравится. Ее можно будет чуть-чуть подкоптить вот так вот. Ну, в принципе, вот это сейчас зачистится. Это вообще поверхностно, ребятки. Подгорело. Ну, вот, короче, ребяточки, более-менее так обшкурил. Ну, я, короче, не стараюсь сильно так. Потому что по-быстренькому хочу сделать. Вот, зашкурил. Это пятно вообще ни о чем. Не страшно будет. Следующий момент такой, ребятки. Вот, Руслан, он, короче, делал с проволоки завитушки. С колечком. И вот сюда загонял. А я сейчас попробую гвоздем же просверлить дырочку. Потом на нем, если что, насечки сделаю над фельком. Загоню и на клей посажу. Но перед этим я еще завернул здесь колечко. Сделаю. Чтоб тройничок можно было одевать. И здесь так же самое сделаю. Через пропускные колечки, скорее всего, будут тройники сюда одевать. Чтоб их можно было менять потом. Ну, вот, ребятки, берем гвозди. Видите, отверстие тут маленькое. Фокусировочка нормальная? И вот ставим туда. И начинаем сверлить. Засверлили. Теперь делаем... Спереди отверстие будет у нас здесь цепляться будет рыбка наша. Ну, и на глаз вообще, ребята, делаем. Сюда можно будет что-нибудь придумать по-другому. И вот сюда, ребятишки, я сейчас зашверливаю. Ну, вот, ребятки, забубенил такие вот гвоздики. Вот. Как-то так. В палец я забубенил гвоздики. Прямо так сюда вошел, блядь. И вот сделали вот такие вот колечки. Теперь нам надо будет сделать сюда язычок тормозной. Короче, перекусываем, ребятишки. Жена сделала вот такие вот монастырские галушки. Короче, кому интересно, потом снимем, как их делают. Обалденные. Обалденные. Спасибо. Короче, не знаем, чем себя порадовать. Вот. Решили с галушками еще и сальца навернуть. Ам-ням-ням. Вкусно, да? Да. Да. Короче, я решил не через пропускные колечки сделать вот эту вот приманочку. А, по-моему, я сейчас крючочки туда одену. Рожок вот такой вот отверстия, ребятки. Сейчас буду туда врезать пластинку, тормозок. Ну, вот, чтобы она вот так тормозила обвода. А что, ребятки, забубенил вот такую вот хуйнюшку. Вот язычок. Вот. Ну, это вообще пофига. Щуку у нас на это смотреть не боюсь. Сейчас буду одевать тройники. Короче, клеем, забабахал туда плоскую, прожег дырочку. Вот таким вот тресцом прожег. Накалял, короче, вот этой горелкой. Так, ребятки, вот для поводка я колечко уже вклеил. Вот одел, короче, тройники. Так, вот, не знаю, сейчас их, короче, заклеивать. Или разрисовать, потом заклеить. Наверное, всё-таки разрисую сейчас, чтобы не обколоть пальцы было удобнее, чтобы. Такая вот окулища у меня получается, ребята. Вообще пиздец. Короче, рисую так себе, на глаз. Если бы с какого-нибудь офигенного воблера перерисовать другой леди воблера. А так, мы скорее первая рыбка. Ну вот, ребятки, вот такая вот хуйнюшка упала. Ай, смех и грех. Короче, сейчас буду покрывать её лаком. Но в реальности она покрасивее смотрится. Чем-то цветом маленечко не передается. Нем более такие вот, типа, сейчас. Снизу пузико жёлтенькое. Короче, фломастеры херовые. Надо либо буашью, либо карандашами рисовать. Первая покраска лаком, ребятки. Вот она. Здесь питало более-таки, менее. Вот такая хуйня. Прямая. Чё ребятудочка, вот я на улочке. Всё это дело покрыл лаком ещё раз. Вот. Всё, я жду, когда она маленечко впитается. Ставил монтировать свой видос. Вот этого видео финального. Мне как бы ещё надо будет и с крючками заснять вам целиком. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Охота, рыбалка, самоделки, всякая хрень. Вот. Ночь уже. 16 февраля. 23.15. 23.45. Такая лунишка. Вокруг такой кружок. На улице где-то 13 градусов. Если всё нормально, ребятки, завтра пойду постреляю. Тепло. Раз 20-25 стрельну. Ну вот, ребята, и пришло время подвести итог. Из деревянного брусочка осинового сделал вот такую вот приманочку на щуку. Ну, размер здесь примерно вот с такими вот ножницами, если с маленькими сравнивать. Маникюрными. Вот размер её. Получается вот такое. Ну, на таких вот рыбок можно ловить щук. Примерно от 2 килограмм. И выше. Вот. Потребовалось временное изготовление. Примерно часа полтора. Первая моя рыбка. Первый опыт. Такие дела. Цепляй поводок и рыбачь. В дальнейшем хочу заснять видео, как я буду на неё рыбачить. Рыбачить можно будет в травах. Ну, и в зарослях каких-нибудь. Где нужно, чтобы приманка шла поверху. Вот. Видите? Там у меня отгрузка свинец. Всё, вот так вот подробно вам показываю. Вот тут вот у нас получается язычок клееный. Вот. Передний пропускное колечко. Сюда поводок будет прикрепляться. Задний. Ну, здесь сейчас ещё клей, ребятки, уберу маленечко. Вот. Маленечко не такого залил. Ну, это хигня всё. И самое главное. Как-то так, ребятки. Как называется? Назовите мне, пожалуйста. Эта херня. Моя система. Ну, может быть, кто-то и делает такие. Как бы я знаю человека, который делает, но... У каждого они оригинальные. Я вот думаю, ребятки, ещё раз на 2 на 3 лаком это покрыть дело. Чтоб уже наверняка... Я обычным деревянным лаком покрываю. Люди мне вообще корабельным говорили надо покрывать. Но я таким сделал. Всё. Ставим лайк, подписка. Ставим колокольчик. Всем пока. Ну что, ребятушки. Для приготовления вот этого поппера или воблера нам понадобилось крючки. Три вот таких гвоздя. Свинца. Грамм 15. Горелка, чтоб расплавить свинец. Клей, чтоб вклеить вот эти вот штырьки-гвоздики под вот этот вот тройник. Один, второй. Под переднее, чтоб цеплять поводок. И хломастер разноцветный. Потребовался ещё лак нам, чтобы покрыть его вот этот вот воблер, блядь. Ладно, всем пока, ребятушки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok